Сегодня Николай Александрович рассказал о том, какие мероприятия, какие акции у нас пройдут в Омской области в рамках плана года по охране окружающей среды. Я думаю, вам сейчас Николай Александрович об этом расскажет. В том, вы сможете задать ему интересующие вопросы. Пожалуйста. Добрый день. Вообще, конечно, на федеральном уровне года охраны окружающей среды утвержден указом президента Российской Федерации номер 1157-10 августа 2012 года. Ну и во исполнение, скажем, этого указа распоряжением проекта в Омской области также намечен план мероприятий, определенных мероприятий по проведению этого самого года охраны окружающей среды. Хотя, с нашей точки зрения, в Российской Федерации уже, если говорить серьезно, то нужно проводить не год охраны окружающей среды, а как минимум десятилетие охраны. Потому что объем накопленных проблем в экологической сфере, он настолько велик, настолько масштабен, и решение значительной части этих вопросов настолько проблематично, что мы убеждены, что мероприятиями, пусть даже они будут правильные, интенсивные, если их проводить в течение года, а потом опять забыть про эту самую охрану окружающей среды, то ничего такого серьезного и существенного мы добиться не сможем. Поэтому в нашем представлении, вот чего хотелось бы добиться нам, как Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, чтобы этот год, 2013, стал началом, стартом какой-то такой полномасштабной работы, работы правительства Омской области, работы всего населения Омской области по наведению порядка в этой сфере, по восстановлению того, что можно восстановить, по улучшению того, что можно улучшить и так далее. Потому что, ну давайте возьмем, например, такую ситуацию простейшую, вопросы образования бытовых отходов. Я не знаю, значит, вот новые для вас цифры или нет, так сказать, но вот я их теней не могу не привести. За год в Омской области образуется порядка 4 миллионов тонн отходов. Из них, правда, практически половина – это отходы животноводства, сельского хозяйства, скажем так, да, значит, еще примерно четверть – это отходы энергетической отрасли. Ну и тем не менее, порядка 900 тысяч тонн отходов ежегодно у нас складируется на свалках и так называемых полигонах по утилизации летовых отходов. Только представьте себе, да, то есть 900 тысяч тонн каждый год мы добавляем. Это хорошо, если мы добавляем вот только на эти самые полигоны и свалки. Это было бы еще, наверное, полбеды, но ведь значительная часть мусора, который, скажем так, добавляем в природу, вообще размещаются на несанкционированных свалках, выбрасываются на улицах, в лесах, на полях и так далее. Эта ситуация очень тревожит и, конечно же, очень бы хотелось что-то такое полезное сделать, чтобы вот эта ситуация изменилась. Ну, что может сделать правительство, мы знаем и мы действуем в этом направлении. В прошлом году, в 2012 году, в октябре месяце, в Аконечниково был введен первый в области полностью соответствующий современным требованиям полигон по утилизации бытовых отходов. Мы полагаем, что он в течение 20 лет, примерно 20-25 лет, снимет, скажем, остроту проблемы хранения этих самых твердых лесовых отходов в Аконечниковском районе. Ведутся работы по строительству такого же полигона, оборудованного в соответствии со всеми требованиями, в Таре. Ну, на самом деле, это, во-первых, капля в море, да, у нас, как известно, 32 муниципальных образования, не считая города Омска. И вот на сегодня мы имеем только один, этот самый полигон, соответствующим требованиям. Но, опять же, если мы говорим о том, что он соответствует требованиям, то есть он приспособлен для правильного, экологически малоопасного размещения твердых бытовых отходов. То есть там устроены гидроизоляции, там ведется контрольные, есть скважины, на которых осуществляется забор проб с целью контроля состояния грунтовых вод. И тем самым ведутся работы по профилактике разгорания этих самых свалок, этой свалки. И тем самым уменьшается возможность, ну, какого-то негативного воздействия этих отходов на жизнедеятельность человека. Но при всем при том, ведь этим самым мы только решаем частично проблему утилизации бытовых отходов. А проблему их использования или проблему ненакапливания этих самых отходов мы тем не решаем этими даже полигонами, даже современными полигонами по утилизации бытовых отходов. Поэтому в наших планах уже рассматриваются два инвестиционных проекта. Один наш, Омский, это общество с ограниченной ответственностью Норма Плюс, который планирует построить мусороперерабатывающий завод. Для этой цели они близки к получению кредита во Внешэкономбанке и правительство Омской области оказывает им всяческую поддержку. С другой стороны, у нас есть инвестиционное предложение от английской фирмы ITSC, которая хотела бы и готова построить мусоразжигательный завод на территории Омской области. Эта технология, как нам представляется на сегодня, наверное, наиболее интересна и универсальна, потому что, во-первых, в результате деятельности этого завода, то есть сжигания мусора, не накапливается мусор как таковой. То есть мы решаем проблему увеличения неиспользуемых площадей, площадей, занятых свалками, полигонами и так далее. Во-вторых, в процессе сжигания вырабатывается энергия электрическая и тепловая, которая может быть использована на, понятно, какие цели производственные, бытовые и так далее. Вот это то, чем сейчас занимается правительство, именно природа, в частности, в сфере борьбы с образованием новых и новых свалок, помоек, как угодно это можно называть. Но совершенно очевидно, что вот только, скажем так, сверху, только административными какими-то действиями и мерами мы эту проблему не решим, потому что, ну вот в качестве примера, или вернее в качестве еще одной истории, в 2012 году специалистами Министерства природных ресурсов и экологии только на территории города Омска выявлено 118 несанкционированных свалок. Мы вели такую серьезную работу по ликвидации этих несанкционированных свалок и писали письма главам местных администраций, если не получалось вот таким образом решить этот вопрос, обращались в суд с исковыми заявлениями о понуждении их к исполнению предусмотренной законной обязанности и многого добились. Порядка около 100 свалок, выявленных в этом самом 2012 году, были ликвидированы. Либо в досудебном порядке, либо по решению судов. Но что мы наблюдали? Когда в порядке контроля, то есть исполнено, например, судебное решение, судебный пристав исполнитель, значит, докладывает, все, нет этой свалки, ликвидировано, вывезен, значит, весь мусор, проблема снята. Хорошо. Он отчитался, мы отчитались, значит, через месяц, через два приходим на то же самое место, а там снова то же самое свалка. Но ведь она, скажем, не из космоса возникла, не метеоритом ее принесло, да, значит, там, не какие-нибудь соседи из Тюмени ее привезли. Это мы с вами, это наши соседи, так сказать, жители города Омска. Вместо того, чтобы нести мусор на помойку, вот прибегают к такому способу избавиться от образовавшихся у них хлам. Выбрасывают, куда попало, в близлежащий пуст, там, овраг какой-нибудь и так далее и тому подобное. И вот мы-то как раз хотели бы, или, вернее, видим, что залог успеха в этом направлении, он возможен, или, вернее, залогом является совместная работа. Как правительство, так и вы, журналисты, должны унести, в моем понимании, свою лепту, то есть пробудить общественность, показать масштаб проблемы и тем самым стимулировать все наше население на то, чтобы вот ту элементарную и человеческую, и гражданскую обязанность по хранению мусора, складированию мусора в установленных для этого местах население выполняло. И только тогда, когда мы, сообща, будем решать эти проблемы, только тогда, на мой взгляд, мы сможем чего-то добиться. Или, если мы, например, от проблемы образования мусора перейдем, ну, например, к воздуху, атмосферному воздуху, к его чистоте. Надо сказать, что благодаря комплексу МИР, предпринимаемых в последние годы, есть известное улучшение ситуации. То есть мы уже не входим ни в десятки, ни в двадцатки наиболее загрязненных по воздуху городов Российской Федерации. Это, конечно, утешение, но весьма слабое. Потому что хвастаться тем, что у нас чистый, или хотя бы условно чистый воздух, мы, конечно же, не можем. Он у нас достаточно грязный. Степень загрязненности рассматривается как высокая по терминологии специальной. И, конечно же, нужно понимать, а что, собственно, можно, нужно делать для того, чтобы как-то уменьшить вот эту степень загрязнения атмосферного воздуха и оздоровить собственную жизнь и жизнь окружающих. Но, с одной стороны, скажем, опять-таки о том, что делает правительство и что оно намеренно сделать. В рамках тех весьма скудных бюджетных средств, которые имеются в распоряжении нашего ведомства, правительство находит возможность. И в прошлом году мы закупали современные посты слежения за качеством атмосферного воздуха и приобрели передвижной пост, который позволяет и в селе, в том числе, ну, то есть, куда приедет автомобиль, там и производить эти самые замеры. И вот буквально в декабре месяце были приобретены, в январе установлены два новых, уже по последнему, что называется, слову техники, оборудованных поста, которые непрерывно ведут в автоматическом режиме забор проб воздуха. И не только ведут этот самый забор проб, но и поскольку они подсоединены к телекоммуникационным сетям, как только возникает какое-то опасное превышение предельно допустимых концентраций по той или иной позиции, они тут же сообщают, да, там, об этом на компьютере министерства. То есть можно очень оперативно выявлять факты загрязнения и реагировать на них. Эти два поста установлены, один в спальном Кировском районе, на улице Дмитриева, на территории станции Юнацкой. И второй установлен на улице 10 лет октября, недалеко от ТЭЦ-5, с тем, чтобы контролировать выбросы этого предприятия, которое, я уже как-то говорил на предыдущей своей пресс-конференции, является самым крупным источником, самым мощным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Еще раз, может быть, повторюсь, что только ТЭЦ-5, вот из общего объема, свыше 200, ну, 219,6 тысяч тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 36% этих выбросов приходится на долю ТЭЦ-5. А ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 в сумме дают больше половины. Это имеется в виду выбросы от стационарных источников. И вот установка этого поста автоматизированного, оно, конечно, ну, мы не скрою, как бы специально, естественно, вот устанавливали мина в этом месте. То есть один вот для контроля за выбросами ТЭЦ-5, как самого крупного, еще раз повторюсь, загрязнителя, а один в спальном районе, значит, где проживает большое количество населения, с тем, чтобы контролировать ситуацию там, где живут люди. И мы полагаем, что это позволит нам и оперативно выявлять, и оперативно разбираться с ситуациями загрязнения. И работа эта продолжается. В этом году мы планируем еще два точно таких же поста приобрести и установить их на территории города Омска. Тем самым, ну, создавать некое кольцо вокруг города для того, чтобы лучше, четче, оперативно выявлять факты нарушения природоохранного законодательства и принимать меры к привлечению виновных лиц, установленные законом ответственности. И, более того, с нашей точки зрения, ну, коль скоро мы уже заговорили про ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, то ведь почему они так много выбрасывают? С одной стороны, страшно много выбрасывают, да, то есть, ну, представьте, 73 тысячи тонн – это только 5-ая ТЭЦ. Значит, при вот такой штатном режиме, в режиме 4 тонны каждый час выбрасывают. Почему такая ситуация возникла? Ну, во-первых, потому что она работает в значительной степени, потому что они, конечно, принимают меры, они, значит, модернизируют свое оборудование, фильтры новые покупают и так далее, но работает она на Этибастузском угле. А процент зольности этих углей свыше 40%. То есть, вот, кстати, сгорание, как почти половина этого самого угля остается в золе, и часть этой золы, вот через трубы, она выбрасывается в атмосферу. Мы полагали, предлагали руководству ТГК-11 рассмотреть вопрос о переоборудовании этих станций на кузнецкий уголь, который и по теплотворной способности более хорош, и вот по уровню образования золы он тоже более благоприятен по сравнению с Этибастузским углем. Но энергетики, они не отказали нам в этом, скажем, прямо, но при этом сказали так очень уверенно, что, во-первых, это очень затратно, это первое, а второе, это повлечет за собой резкое увеличение тарифа. На тепло и электроэнергию. Вот с чем, как они уверяют нас, население города не будет согласно. Вот такая позиция у энергетиков. Но при этом мы подготовили все-таки еще письмо уже хозяевам, ТГК-11 Винтеррао ИС, с просьбой все-таки рассмотреть возможность, если не перевода котлоагрегатов этих станций на другие виды топлива, то, во всяком случае, на уменьшение нагрузки по выработке электроэнергии на эту станцию, перераспределение, с учетом того, что ведутся работы по восстановлению с тем, чтобы уменьшить выработку электроэнергии, соответственно, уменьшить затраты этого самого угля и уменьшение выбросов в атмосферу. Мы надеемся на то, что мы будем услышаны, как правительство субъекта, интеррао и ЕС, и вот сможем мы каким-то образом уменьшить. Но с другой стороны, уже практически столько же, сколько от... Сколько выбрасывается от стационарных источников, практически столько же выбрасывается воздух, загрязняющих веществ и от передвижных источников, то есть, по сути, от автомобилей. И вот здесь, конечно же, опять-таки, нужно обратиться... Вернее, в решении этой проблемы в значительной степени могут помочь то же самое население области, потому что эксплуатация старых автомобилей с неотрегулированной топливной аппаратурой и так далее, и так далее. Значит, то есть, проверки на содержание углекислого газа в выхлопных газах от автомобиля, оно же не зря проводится, но это такое очень хорошее, эффективное экологическое мероприятие, и люди, которые его игнорируют, избегают, либо каким-то образом пытаются искусственно улучшить показатели своих выхлопов, они, по сути, способствуются тому же загрязнению нашего окружающего воздуха. То есть, я к чему на самом деле говорю обо всем этом? К тому, что мы убеждены, что решить экологические проблемы только усилиями министерства, правительства, администрации города невозможно. Мы только тогда сможем их решить, либо приблизиться к решению, когда мы будем действовать сообща. Мы, вы, все население города, области, только тогда мы сможем, осознав масштабность проблем, которые стоят перед нами, сможем принять меры по улучшению этой ситуации. А что касается тех мероприятий, которые запланированы, ну вот в этом году начнется реализация, опять же, я надеюсь, только начнется и продолжится в последующие годы, реализация новой программы Омск-город-сад. Вы помните, должно быть, что раньше, там, лет 40 назад, Омск носил такое звание, как город-сад. И, к сожалению, эту славу он потерял. И вот сейчас, в этом году, мы намерены провести ряд акций. Это и «Зеленый двор», «Зеленые улицы», «Миллион деревьев» и другие прочие. То есть, начать вот возвращать городу вот этот утраченный им, но тем не менее, очень почетный, очень красивый статус. Ну, поскольку все вы понимаете, нельзя переоценить, можно только недооценить значение деревьев, вообще зеленых насаждений в улучшении экологической ситуации в городе. Ну вот, собственно, наверное, чтобы не злоупотреблять Вашим вниманием, я бы на этом хотел и ограничиться, так сказать, и готов ответить на Ваши вопросы. Пожалуйста, Ваши амфористы. Евгения Альберна, Ваша любовь. Вы заговорили о проекте мусоросжигательного завода. Тем не менее, вот такая инициатива, она рассматривалась уже давно, лет 20, там, лет назад, и тогда резко против выступили «Зеленые», потому что, по мнению экологов, вот такое предприятие, оно принесет больше выдачи и пользы, то есть создаст дополнительную нагрузку на воздух, будут временные выбросы и так далее. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этом проекте. Прошел ли он экологическую экспертизу, и, по-второму, предприятие мусоросжигательного завода? Ну, во-первых, что касается любых проектов, да, безусловно, всякий проект строительства, чего бы то ни было, должен проходить экологическую экспертизу. Но сегодня мы имеем, я уже сказал, озвучил эту тему, мы имеем предложение, это английская фирма, ITSC, и у них есть опыт, мировой опыт, они свои заводы построили в ряде стран Западной Европы, вот, ну, начиная от Великобритании, кончая странами, достаточно приближенными к России, это Сербия, Чехия и так далее. Значит, то есть, говорить о том, что вот их проекты стало быть вредны с точки зрения экологии, как мне кажется, ну, нет достаточных оснований. Вот, потому что я не знаю, какую технологию предлагали 20 лет назад, какие возражения были у экологов 20 лет назад, на сегодня, еще раз говорю, мы имеем предложение, которое мы изучаем, рассматриваем. То есть, пока идет речь только о том, чтобы, во-первых, посмотреть площадку где-то в Омском районе, в Омском районе, не в городе Омске, с соблюдением всех правил санитарных норм, а потом уже, если мы такую площадку находим, если мы получаем уже готовый проект, тогда, соответственно, уже будет проводиться государственная экологическая экспертиза, по итогам которой и будет выдаваться либо разрешение на строительство, либо отказ в этом самом разрешении обойти. Никто не собирается, никакие экологические экспертизы, или вопросы экологической безопасности. Но, как мне представляется, вот, ну, не знаю, возражения, значит, против строительства мусоросжигательного завода, кстати, они в России уже есть, не Айти есть и другие проекты, есть в Тольятти. Они уже полностью перешли, у них стоит 4, правда, не английских, у них французских, 4 французских завода стоит, значит, и они уже практически полностью, полностью, ну, во всяком случае, так, они заверяли, вот, я был в Новосибирске, не так давно, значит, там был всероссийский конференция под названием «Чистый город», и там выступали представители администрации города Тольятти, и они заверили, что они вот уже практически решили проблему вот утилизации бытовых отходов, поскольку у них стоит 4 вот таких вот французских завода. Вот, построен такой же завод в Волгоградской области и строится в Нижегородской. Ну, это вот пока-то все, что я могу сказать на эту тему. А почему вот именно предпочтение отдано ему, а не предпочтение? Нет, значит, во-первых, еще раз повторю, ничему предпочтение не отдано, значит, вы, пожалуйста, не как-то не приукрашивайте мои слова, значит, я говорю, мы рассматриваем два проекта. Что касается мусороперерабатывающего или мусоросортировочного завода, то вот у нас есть, опять же, не очень далеко, в Новокузнецке, уже есть некий аналог, он запущен, он работает. Мусороперерабатывающий завод. В том же Новосибирске выступал главный инженер этого завода и рассказывал о том, как они работают, чего они добились. Так вот, чего они добились. Они в результате своей деятельности извлекают из привезенного им мусора порядка 8% этого самого мусора. 8%. Рекордно, это они говорили 12-14%, если нам в какой-то период времени удается извлечь картоном, металлом, стеклом, полиэтиленом. 12-14% это рекорд. А все остальное, оно опять же поступает на те же самые полигоны, только увеличивает массу образуемого мусора. Дальше, если говорить об экологии, если мы говорим о тех полигонах или свалках, все-таки по правильному, что ли, которые у нас на сегодня есть, то они же у нас, вот даже наши городские, Ленинская, Кировская и так далее, они не соответствуют требованиям. То есть там нет, например, такого абсолютно необходимого элемента, как для любого полигона, как гидроизоляция. С учетом того, что мусор, который поступает на эти самые свалки, в значительной мере имеет биологическое происхождение, то в процессе хранения на свалках происходит разложение этих биологических продуктов, выделяются и жидкости всякие разные нехорошие, значит, и газы еще более нехорошие. И они, жидкости эти, опускаются вниз и попадают в водоносные слои. И стало быть, вполне спокойно могут попадать в те подземные, что ли, кладовые воды, из которых потом мы черпаем воду для всяких разных правильных нужд. А что касается газов, то они поступают в атмосферу и точно так же ее загрязняют. Поэтому я и говорю, что проблемой мусоросортировки или просто утилизации, мы, к сожалению, ну, это лучше, конечно, чем... То есть сортировать мусор лучше, чем просто его хранить. Это очевидно. Но как вот это мое личное мнение, я все-таки вот сразу оговорюсь, это даже не позиция министерства, тем более не позиция правительства, что на сегодня интереснее, чем мусоросжигательные технологии, нет ничего. Но я вам, кстати, хочу сказать, что вот опять же специально изучали этот вопрос, например, Скандинавия, Финляндия, Швеция. В Финляндии там со всей... По сути, Финляндии свозят мусор, опять же, на эти самые заводы, где утилизируются. А шведы, шведы, они пошли еще дальше. То есть они не только уже свой мусор таким образом уничтожают, сжигают, они его покупают у соседей, они его везут, значит, из других стран кораблями, с тем, чтобы сжигать. Поскольку, еще раз говорю, это, значит, это не только решение проблем экологических, это еще и в коммерческом плане интересно. То есть они, в отличие там от своих соседов норвежцев, у них нет гидроэнергетики, значит, и всяких прочих таких вот ресурсов. Поэтому они вырабатывают электроэнергию вот на этих вот мусоросжигательных заводах. И, ну, я надеюсь, вы согласитесь со мной, даже вот так вот, на уровне рассуждения, что они там об экологии заботятся ничуть не меньше, чем у нас. Но, тем не менее, они считают, что это можно, что это не вредит экологии. Я думаю, что не будет отдано предпочтениями одному из, поскольку у нас, ну, на самом деле еще, вот мы готовы вообще любым более современным, чем просто технология складирования, значит, хранения этого самого мусора технологиями. То есть, поэтому, получится у нормы плюс, то есть получат они кредит в Нежэкономбанке, мы будем рады и окажем им всяческое содействие. Есть соглашение, значит, подписанное правительством Омской области в Нежэкономбанке и этой самой нормой плюс о взаимодействии при вот создании этого самого завода. Будем выполнять свои обязательства в полной вере. Это проекты могут быть реализованы? Ну нет, что значит реализовано? Могут начать реализацию, так сказать. Нет, это что касается Лорм-Плюс, то в этом году. Что касается проекта ITEC, то, конечно же, в этом году он даже начать реализовываться не сможет, потому что, говорю, на сегодня нет даже земельного участка. То есть, мы подыскиваем, поскольку к этому вопросу нужно действительно очень трепетно подходить, да, так сказать, с тем, чтобы учесть мнение населения, да, значит, экологов. Безусловно, у нас нет населенных пунктов, жители которых были бы рады такому соседству. Просто в силу предубеждения, да, ах, что это такое, значит, хранение мусора здесь, сжигание мусора и так далее. Я понимаю опасения людей, поэтому мы пока занимаемся только выбором предполагаемой площадки. Если эта площадка будет выбрана, тогда уже мы будем изучать проект, так сказать, детально. То есть, мы, ну, то есть, у нас есть сведения о запущенных проектах, да, о реализованных, так сказать, ну, а вот проекта конкретного, привязанного к конкретному месту у нас нет. Николай Александрович, скажите, пожалуйста, вот вернемся к теме снега, сейчас там это все обсуждается в СМИ. Скажите, пожалуйста, почему вот этот современный комплекс не был установлен в нефтяниках, это первый вопрос. И второй вопрос, что планируют делать министерство вот с нашими крупными предприятиями, такими как «Нефтизавод», которые как раз-таки выбрасывают вот это все в атмосферу, как нужно обезопасить и мячей, как предупреждать их о том, что вот эта смесь не опасна для здоровья, а вот это то, что выпало, опасно. Это Вы имеете в виду вот те, не снег в... Химический снег, да, тот самый, который... Ваши стены. Ну, первое, что на эту тему хочется сказать, да, я все-таки полагаю, что определенным достижением природоохранных органов является то, что вот этим фактом, эти факты были, скажем так, расследованы надлежащим образом, и виновные лица установлены и приличны к ответственности. Ну, в обоих случаях это оказалось известно кто, «Газпром», «Нефть Омск». Но, здесь я бы... Почему, во-первых, установлены там, где они установлены? Я уже сказал почему. Потому что если сравнивать по объему выбросов атмосферу, нефтезавод, он значительно уступает ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Значительно уступает. Вот, поэтому мы их установили там, где установили в районе ТЭЦ-5 и в спальном районе на левом берегу. Потом, я же сказал, что мы не собираемся останавливаться на этом, да, то есть мы в этом году опять-таки планируем еще два поста. Значит, если будут деньги, мы бы их, конечно, вообще в наших планах, по нашим планам должно быть 10 таких автоматизированных постов, что позволит, ну, что позволит действительно вот таким достаточно плотным кольцом охватить весь город. Ну, на самом деле их есть, значит, есть 6 гидрометовских постов, есть 2 вот наших, которые куплены в прошлом году и, в общем, их число уже 10 как бы есть. Но дело в том, что вот те посты, которые старые, гидрометовские 6 постов, они работают, ну, в таком, скажем, практически ручном режиме, да, то есть приходят сотрудники гидромета, значит, так сказать, да, там, значит, берут эти самые пробы, там, потом их анализируют и так далее. И это, конечно же, снижает и оперативность, и эффективность всех мероприятий. Вот. И, ну, те промышленные предприятия, которые знают, вот, принцип или, скажем, технологию работы этих постов, а у работников гидрометов, так же, как и у всех остальных российских трудящихся, есть выходные дни и так далее, есть ночное время. Поэтому они, если и совершают какие-то вот такие вот нехорошие, скажем, поступки, типа выбросов в атмосферу, значит, то они делают, стараются это делать в темное время суток, выходные, да, чтобы и визуально ничего не было видно, и, опять же, автоматика отреагировала на это только, там, скажем, после этих самых выходных дней. Вот. А вот эти новые посты, еще раз говорю, они реагируют моментально, да, то есть вот как только накапливается, значит, информация, ну или не поступает, в результате анализа автоматического информации о том, что есть какая-то угрожающая превышение предельно допустимой концентрации, то есть когда информация тут же идет, значит, вот по телекоммуникационным сетям, значит, и можно принимать меры. Вот. Но что касается вообще уже, скажем, нефтезавода и той же самой ТЭЦ-5, я просто хочу напомнить, что в соответствии с законодательством федеральным у нас есть два уровня экологического надзора, федеральный и региональный. Я, поскольку представляю региональные министерства, то и занимаемся мы региональным экологическим надзором. В соответствии с критерием, установленным постановлением правительства Российской Федерации, Министерством природных ресурсов Российской Федерации, по каждому субъекту определен перечень предприятий, которые являются объектами федерального экологического надзора. В Омской области в этом списке свыше тысячи предприятий. Поэтому все абсолютно крупные промышленные предприятия, такие как та же самая ТКК-11, Газпром, Нефть, Омск, НПЗ, то есть они все относятся к объектам федерального экологического надзора. Поэтому за их деятельностью осуществляют контроль и надзор управление Росприроднадзора по Омской области как региональный орган исполнительной власти Российской Федерации. Мы, конечно же, с ними взаимодействуем, очень плотно взаимодействуем. И когда вот этот так называемый химический снег выпадал, мы с ними плотно взаимодействуем. Все-таки возможности наши ограничены. Ну, коль скоро они отнесены к объектам федерального экологического надзора. — А какие-то переговоры там ведутся? Может быть, в госсовет какие-то? — Переговоры на тему, о чем? — На тему, вот как наладить взаимодействие? — У нас взаимодействия проблем нету. — Смотрите, вот когда это все произошло, у нас, представители, Смыгло очень сложно получить официальный комментарий, что же произошло, что это выпало, а что говорится тем, кто живет, допустим, — Ну, понимаете, вот что значит официальный комментарий? Что значит официальный комментарий? Вот вы, наверное, же знаете эту историю с очередным снегом, если он может так называть, черным, который был у нас в районе поселка 40 лет Октября, Московки и так далее. Когда Росприроднадзор, управление Росприроднадзора позволило себе в качестве комментария только упомянуть, что вот в числе предполагаемых источников выброса это ТЭЦ-5 и техуглерод. Я уже сейчас не помню, честно говоря, как называется сейчас вот это замечательное предприятие, которое производит технический углерод. И только упоминание о том, что их не обвиняли никто, значит, я помню эту заметку, так сказать, я ее читал там и ряд средств массовой информации опубликовал. Так это вот только эта публикация без обвинений, а с предположениями, она же явилась основанием для того, что вот это уважаемое предприятие обратилось в суд с иском на, если не ошибаюсь, 1,4 миллиарда рублей к управлению Росприроднадзора о возмещении за деловую репутацию, значит, которая была, вот, был причинен ущерб этой публикации. Ну, отсюда, я думаю, вы можете, вот, понимать, так сказать, цену каждого слова, которое в качестве официальных или там полуофициальных комментариев звучит. Только попробуй как-то кого-то, значит, упомянуть в числе подозреваемых даже, без обвинений. Это уже, вот, чревато вот такими процессами судебными и так далее. Это не к тому, что мы кого-то там боимся или опасаемся, но просто мы стараемся быть осторожными во всех этих оценках, предположениях и так далее. И не утверждать ничего до той поры, пока это не становится известным, скажем, со стопроцентной вероятностью. Да, пожалуйста. А если вы не думаете, вы можете назвать, сколько стоит вот такой пост, который будет измерять, да? И сколько вы штрафовали предприятий, которые уже прогнозованы публическими, благодаря вот этим постам? Эти посты, значит, еще только начали работать, я же говорил, в январе была их пусконаладка, значит, они вот только-только начали работать в штатном режиме, значит, это первое. Второе, стоимость этого поста 3,5 миллиона рублей на сегодняшний день одного, то есть вот мы на два поста 7 миллионов потратили, значит, поэтому вот пока еще по итогам деятельности этого поста, опять же, с учетом того, что порядка, ну не знаю, наверное, 80% крупных предприятий, крупных и средних предприятий, расположенных на территории Омска, это предприятие федерального надзора, поэтому мы когда и констатируем какие-то факты, значит, да, мы направляем эти материалы управления Роспроводнадзором для принятия мер соответствующих. Ну, вы же помните эти смешные цифры, которые еще в прошлом летом, 20 тысяч рублей, значит, ну что это такое, значит. Нет, ну, в нашем понимании, не штрафы ведь главное, главное вовремя выявить, вовремя пресечь и сделать так, чтобы не было допущено впредь подобные нарушения, вот что для нас главное, а вовсе не финансовые санкции, значит, мы не хотим ни наколенников поставить, не обанкротить, мы хотим добиться, во-первых, неотвратимости, как бы, самого наказания, а во-вторых, устранения нарушений природоохранного законодательства, вот что главное. То есть, раньше без этих установок вы этим не занимались? Да почему не занимались? У нас просто сейчас... Может быть, эти средства когда-то в другое Роспроводнадзором уже где-нибудь было бы направить, если... Почему? Не очень понимаю. Я как раз вот очень, очень доволен. Нет, подождите, снег химический выпадал в прошлом году. Значит, еще раз, на установке мы купили в декабре месяце, в январе, мы их установили и провели пусконалочные работы. Будем ждать. Пожалуйста, нет, девушка, потом, давай. Я хотела спросить, да, в Микаре вопрос, а вы что-то можете сказать? Вот у нас, где-то, в Кутинцев тоже какой-то, там, сделает целый мусоропереватый... Это он вот и есть, норма плюс, это и есть депутат Путинцев Виталий Петрович, да. Это он и есть. То есть, а мы какие-то там, что-то назвать, что-то на какой-то, с этими готовностями, что-то уже построено, или же нет? Да нет. Мы же, значит, хорошо, идет на сегодня Внешэкономбанк, то есть там стоимость самого проекта свыше двух миллиардов рублей. Понятно, что самому депутату Путинцеву, хотя он является уважаемым предпринимателем, у него нет таких денег, да, он не может себе позволить. Поэтому для строительства он обратился во Внешэкономбанк для кредитования этого строительства. И вот Внешэкономбанк сейчас проводит экспертизу проекта, как такового, значит, и вот все время обещают, что будет вот-вот-вот это самое положительное заключение, и если оно будет получено, и деньги будут получены, то тогда он, естественно, начнет вот уже реализовывать этот проект. Давайте сейчас антенна 7, потом аргументы, потом комсомолы. У меня вопрос по поводу Птичьей гавани. Вот там была проблема с одним-единственным существующим там дома, но сейчас какая-то проблема-то разрешилась? К сожалению, от переговоров по этому поводу глава семейства Ананин уклоняется. Никакого позитива, сдвига в попытке достижения разумного компромисса не получилось. Ну, значит, соответственно, будем уже обращаться в суд. У нас, ну, во всяком случае, я не вижу на сегодняшний день другой альтернативы, поскольку, если, спасибо за вопрос, если говорить о Птичьей гавани, то нам удалось, вот это такая, ну, я не буду хвастаться, так сказать, да, но тем не менее, в прошлом году федеральное финансирование, то есть там же принцип софинансирования, федеральные средства 137 миллионов, 82 миллиона, субъект Российской Федерации на строительство Птичьей гавани должны давать. И федеральную долю перенесли нам на 15-16 годы, что нас категорически не устраивало. Мы очень долго просили, просили, и в конце концов, вот там, 29 декабря прошлого года мы получили 137 миллионов федеральных денег на строительство Птичьей гавани. Вот на сегодня уже вся аукционная документация готовлена, аукцион, так сказать, назначен, в марте он состоится, по итогам аукциона мы подпишем, естественно, договор с победителем и будем строить уже, реально строить эту самую вот все те объекты недвижимости Птичьей гавани. И, соответственно, нам, конечно, нужно решать будет вопрос и семьей Инаниных, так что вот мы вынуждены форсировать как-то эти события. Пожалуйста. Александр Гамбаток, из этого, не только не фамилия. Николай Александрович, вот снова про мусоросжигающий завод, раз еще тему подняли. Просто так нам в бедакцию приходил представитель армейской компании, которая готова строить, и рассказал, что вопрос тянется в них уже шесть лет. С 2007 года администрация города Умска даже находила участок на, насколько я помню, на Керсеновском тракте где-то, вместо какого-то предприятия. То есть нет ли смысла опять-то подстегнуть, может быть, администрацию города Умска или обского района, раз вы сказали, что будет искать участок там, чтобы побыстрее этот вопрос решался, потому что семь лет он тянется в эту эту страну. Я не могу отвечать за то, что творилось там шесть лет назад, поскольку я всего-то на всего восемь месяцев работаю в министерстве, поэтому могу отвечать только за то, что сделано нами. То, что касается администрации города и их стимулирования. За то время, пока велись вот эти всякие разные переговоры и согласования, изменилось природоохранное законодательство, ужесточилось, и сейчас строительство подобных объектов в территории населенных пунктов запрещено. Поэтому, собственно говоря, они и не получили землю в городе. И вот поэтому сейчас мы и обращаемся к администрации Омского района муниципального, к администрации Азовского немецкого национального района, как двух наиболее близко расположенную городу муниципальных образований, с тем, чтобы они посмотрели у себя. И у нас есть предложение уже от Сабельфельда Виктора Германовича, главы Азовского района, он предложил уже даже, так сказать, вот, ребята, вот здесь, наверное, можно, давайте посмотрим. И Омская администрация не остается в стороне. То есть вот сейчас мы форсировали этот процесс, так сказать, запустили, вот с прошлой осени так мы... Ну, мне кажется, все-таки сдвигается этот процесс с мертвой точки. Безусловно. Вот, но это прекрасная, конечно, мысль, но вы же прекрасно понимаете, что в нашей стране участвует, что есть, это вот, в судьбе бизнесе очень сложно, да, и у нас, наверное, только страх наказания, что может воздействовать. Я почему говорю, да, вот, была на большом деле информация о том, что правоохранная прокуратура запрошила проверку, да, наказала виновник, 35, естественно, сумма штрафов, сами помните, какая, 70 тысяч рублей, 2 тысячи рублей, было шестное лицо. Мне кажется, когда ГАКу даете 2 тысячи, он, наверное, смеется, да, вообще, более совсем. Ну, как вы думаете вообще, может быть, все-таки на федеральном уровне, понятно, что региональный чиновник уже пора пересматривать штрафы, потому что, ну, действительно, если были миллионы штрафов, может быть, не было, кто-то запрошил? Спасибо, спасибо за вопрос. Я с вами полностью согласен. Конечно же, вот те суммы штрафов, которые сопоставимы со штрафами, ну, конечно, за превышение скорости, так сказать, да, значит, они, безусловно, настолько неактуальны, настолько они не отвечают там целям и задачам. Ну, да, мы все-таки полагаем, что наша задача не штрафовать кого-то наказывать, а, как бы, вот, осуществлять комплекс мер, направленных на улучшение вообще экологической ситуации в городе, на создание комфортных условий для жизнедеятельности населения. Вот какая наша главная политическая, я бы сказал, задача. А что касается, ну, значит, в комплексе этих мероприятий, да, направленных на достижение этой стратегической цели в качестве какого-то тактического средства, конечно, это привлечение к административной ответственности виновных. Но при том, что, конечно же, нужно ужесточать административное законодательство федеральное, значит, мы обращаемся к нашим депутатам с просьбой вот как-то вот подготовки законопроектов, ужесточающих административную ответственность для субъектов предпринимательства в экологической сфере. Но при всем этом у нас есть же и другие средства, да, то есть если, предположим, значит, с моей точки зрения оно даже более эффективно, чем административные санкции. То есть, предположим, мы, либо Росприроднадзор проводит проверку, выявляет нарушение экологического законодательства, значит, по итогам проверки не только составляется акт, не только там выносится какое-то постановление о штрафе, выдается еще предписание об устранении нарушений, да, то есть, и если, например, у предприятия превышает нормативы предельно пустимых выбросов или вообще не имеет согласованных нормативов, вот, выдается предписание с тем, чтобы вот были устранены эти нарушения и необходимые документы были получены. Если же это предписание не устраняется, так сказать, да, и нарушение продолжается, вот этот самый орган, проводивший проверку, он ведь вправе обратиться в суд с заявлением о приостановлении деятельности этого самого, значит, хозяйствующего субъекта. — Скажите, я вас переверну, в ТЭЦ-5, я не имею в виду, что человек за ровно сечение останавливается. — ТЭЦ-5, а для обращения с подобным иском в ТЭЦ-5 у нас восстановления нет, они, значит, выполняют, так сказать, все, что им предписано. Вот, значит, но мы же говорим, все равно, так сказать, масштабнее, чем просто про ТЭЦ-5. Про ТЭЦ-5 я конкретно уже сказал, что мы сделали, и что мы, значит, и обратились в Интерау, значит, и так далее. Вот все, что мы делаем, я считаю, мы сполнили. Ну, наверное, не все, наверное, можно еще что-то подумать и сделать, значит, будем активизировать свою работу. Пожалуйста. Вот, давайте не путать, так сказать, нет проекта, и мы его в глаза не видели. Проект может быть есть. А ни мы, ни в министерство промышленности, ни в министерство экономики его в глаза действительно не видело, и поэтому он не был предметом ни государственной экологической экспертизы. Сейчас та же самая ситуация. То есть та же самая ситуация? Та же самая ситуация. Проект он, может быть, и есть. Даже, ну, не знаю, значит, но вот нам он не представлялся установленным законом порядки, соответственно, мы никак не высказывались по поводу этого проекта. А вообще, хоть вас, вот они как-то могут эту экологическую экспертизу провести? Каким образом? Она же государственная экологическая экспертиза, значит, ее не могут провести какие-то частные эксперты, значит, это оформляется актом государственной экологической экспертизы, и без этого акта никто не выдаст разрешение на строительство и так далее. Дело в том, что экспертизы, они могут иметь статус федеральных экспертистов, но все равно они должны быть, то есть ведь, чтобы это все равно государственные органы выдают, да, и без строя, то они все равно же, если вдруг они начнут, в чем, конечно, я сомневаюсь, они все равно будут в Омске строить, и чтобы получить разрешение на строительство, они должны представить весь пакет документов, в том числе заключение государственной экологической экспертизы. То есть, ну, не деться без него никуда. Даже если это не мы будем делать, значит, что я не могу это исключить, безусловно. То есть, возможно, что... Возможно. Возможно. Пожалуйста. Уточняю еще вопрос, вот, про Силар, споза. Вы когда говорили про работу разжигающих завод, сказали, что это перспектива не их скорая, потому что нет участка, и значит, нет проекта. Если, получается, у Силаруса проект есть, у них уже и участок не выделен, или нет? Нет, значит, еще раз говорю, то есть, ведь проект, он... Я не могу говорить за Силарус, потому что я не знаю ситуацию дела на Силарусе, значит, я не знаю, какой проект у них есть. Может быть, у них есть типовой какой-то проект, значит, который где-то работает в Европе, в Африке, значит, или в Амазонке где-нибудь. Все эти типовые проекты, они все равно должны быть как минимум привязаны к местным условиям, так сказать, с учетом всех требований, в том числе экологических. Я поэтому никак не могу комментировать эту ситуацию, потому что я не знаю просто, о каком проекте идет речь. Нам ничего не представлялось, мы не знаем этого проекта. А участок-то есть, из-за того, все-таки нет? Участок-то есть под строительство? Выделением участков наше министерство не занимается, и мне ничего не известно о том, чтобы Силарусу что-то выделялось для этих целей. Мы не ведаем земельными вопросами. А Ваше личное отношение к строительству? Ну, я уже говорил, значит, на эту тему, так сказать, неоднократно. Все, конечно же, зависит от результатов государственной экологической экспертизы, от конкретных условий, конкретных проектов. Но если в таких высокоразвитых и очень блюдущих, собственно, экологически безопасных странах, как Норвегия, Германия, Швеция, эти заводы стоят, то почему бы и нет? Но, опять же, с учетом соблюдения всех абсолютно требований законодательства, в том числе экологического, может быть, в первую очередь. Николай Царевич, и может быть, все-таки, несколько, как бы, столбскажек, основных экологических акций, которые, в этом году, заразвалировали, на сегодняшний день? Ну, я уже говорил, что мы одной из своих целей и задач ставим привлечение, максимальное привлечение общественности к нашим акциям. Поэтому очень много внимания будет уделяться, ну, во-первых, такому направлению, как экологическое воспитание. У нас уже существует, накоплен положительный опыт работы школьных, вернее, детских экологических лагерей в каникулы летом, так сказать, да, то есть они у нас уже практически в каждом районе созданы, работают, и там мы в том числе ведем большую работу экологическую разъяснительную. У нас уже больше 10 лет на территории Москаленского района работает, опять же, детский экологический, уже чисто экологической направленности лагеря «Амлинская балка». Значит, мы планируем проведение в этом году акции, посвященной Дню эколога, значит, с привлечением студенческих конференций и так далее. Это что касается экологического просвещения. Что касается улучшения экологической ситуации, то мы вот уже в прошлом году начали, то есть, ну вот сами буквально бросили клич, так сказать, кто с нами, да, и провели несколько субботников с участием очень интересных молодых людей. Мы убирали Советский парк, Иртышскую набережную силами работников министерства, и собиралось очень много людей, ну вот молодежи, которая просто сама по себе, без всяких там директив, без всяких указаний, просто собирались, участвовали вместе с нами и получали удовольствие только от того, что вот после нашей работы становилось чисто конкретный участок территории, парк тот же самый или та же самая Иртышская набережная. Мне кажется, это очень большое дело. В этом году мы будем подобные акции проводить еще больше, еще шире. Это чистая река, чистая дорога и так далее. Вот эти акции тоже у нас запланированы. Что касается тех акций, которые, может быть, не связаны с привлечением населения, мы продолжаем очень масштабную работу по увеличению числа особо охраняемых природных территорий, поскольку у нас принято считать, что у нас мало каких-то уникальных природных объектов. Да, на самом деле это не так. И, например, в прошлом году мы создали четыре новых особо охраняемых природных территорий, в том числе, например, озеро Ябиты. Совершенно уникальное озеро, самое большое соленое озеро в нашей области. Но не только тем, что оно самое большое в области, а тем, что там состав воды, химический состав воды, солености, и все прочее, вода там соленее даже, чем в Мертвом море. А грязи, значит, по целебным качествам, свойствам, они как бы аналогичны этим грязям Мертвого моря. Поэтому мы объявили это, значит, и принимаем меры к особой охране этой территории. В этом году, например, у нас планируется еще пять особо охраняемых природных территорий, в том числе, вот уже сейчас завершается организационный вопрос по созданию такой особо охраняемой природной территории, как Пеликань-островок. Потому что у нас на озере Тенис в Крутинском районе имеется самая северная в мире колония кудрявых пеликан. С нашей точки зрения, поскольку она самая северная, то она этим уже, естественно, уникальна. И мы хотим, чтобы эта территория, эта зона была особо охраняемой природной территории, да, и вот работаем в этом направлении. Кроме того, в этом году мы, опять же, планируем создание такой же особо охраняемой природной территории в Муромсовском районе, где вот эти там наши знаменитые уже легендарные, там поллегендарные пять озер, ну, в частности, озеро Ленева то же самое. Оно действительно очень специфично и по составу воды, и по качеству, а то, что там делается в последние годы, совершенно неконтролируемый такой дикий туризм, он, конечно, весьма вредит этой экосистеме этого озера и прилегающего гора. И мы хотим, ну, не запретить, естественно, потому что запрещать это вообще, наверное, в принципе, неправильный подход. Мы просто хотим, чтобы, во-первых, был особый режим использования, значит, этой территории, и тот туризм, который там существует, он должен быть цивилизованным, должен быть культурным, должен быть, что называется, экологическим туризмом.